здравствуйте дорогие друзья в этом ролике я расскажу вам все что знаю о мужских брюках сегодня мы поговорим о том какие бывают виды мужских брюк я их все здесь собрал каждую модель покажу вам расскажу все нюансы и расскажу отличия мы поговорим о тканях из которых производятся эти брюки мы поговорим о деталях о анатомии брюк из чего они сшиты из каких кусочков что каждая деталь означает зачем она и и как отличить хорошие брюки от плохих мы поговорим также о нюансах кроя о правильной ширине о правильной длине брюк о том как их правильно подшивать и вы сможете имея такой чек-лист проверить хорошо сидят ваши брюки на вас или нет и следующий раз не ошибетесь при покупке когда будете выбирать себе новую пару замечательных штанов или брюк итак начнем с классификации первыми у нас будут классические брюки они могут продаваться отдельно а могут идти в комплекте с пиджаком в данном случае костюмные брюки бренда чезаре от алини я считаю его эталонным производстве с артериальной одежды значит что что характерно здесь классический брючный пояс со шлевками для ремня ну об этом я расскажу более подробно у них есть стрелки и такие брюки легко складываются пополам носятся вот с такими же заутюженными стрелками они сейчас не подшиты для того чтобы длина могла быть скорректирована под нужды клиентов у них два классических косых кармана и два кармана сзади эти карманы на пуговицах мы вернемся к этим брюкам чуть позже когда будем рассматривать брючную анатомию такие брюки можно носить с непарными пиджаками сочетать их просто с классической рубашкой особенно в жаркую погоду когда вам нужно на работе выглядеть прилично но не хочется надевать пиджак вы можете сочетать правильную обувь такие брюки и рубашку можно закатав рукава а можно не закатывая это изделие номер один номер два так называемые слаксы я перелопатил тонну информации в интернете для того чтобы понять в чем же отличие между слаксами и чиносами это практически одно и то же слакс отличает чуть более плотная ткань но зимние чинос это наверное и есть слаксы поэтому мы будем рассматривать эту категорию вместе это такие же брюки как классические но сшиты из хлопковых или смесовых тканей например это может быть микс хлопка с эластаном или хлопка сольном такие брюки можно носить с более расслабленной демократичной обувью можно носить их с пола не только с рубашками ну и они прекрасно сочетаются с неформальными спортивными пиджаками самые базовые самые классические цвета для этих брюк это все оттенки бежевого и коричневого это природный цвет который сочетается с большинством цветов которые вы можете сюда представить как как пара и из коричневой гаммой из синий вот только серый нужно подбирать теплый оттенок серого такой мышиный серый потому что этот оттенок тоже теплый это что касается с лаксов вот так выглядят брюки чинос видите практически то же самое они намного тоньше это летняя версия и здесь добавлен состав добавлен шелк шелк и два процента эластана эти брюки тянутся это замечательное изделие от бренда первич эти карманы сделаны без здесь они даже зашиты они сделаны без пуговичек с этой стороны а с этой стороны на пуговичке вот такая отличительная черта и также есть вот такой под поясом небольшой карман по аналогии с тем карманом которые бывают на джинсах вот с этим вот главное отличие это плотность тканей чинос если вы начинаете носить чинос летом или зимой вы потом вряд ли вернетесь к обычным джинсом в них намного больше свободного места больше пространства в них удобнее сидеть стоять передвигаться сидеть в машине в общем это брюки для жизни них удобно путешествовать сидеть в самолете как же я соскучился уже за за самолетами как у вас проходит ваше ваше лето есть еще вариация на тему льняных брюк они сделаны по классической технологии точно так же как и эти просто пошиты из-за льна такие брюки можно носить с льняными пиджаками у которых схожая фактура ведь у них также на утюжены стрелки при желании эти стрелки можно разутюжить и носить их просто отдельно даже с футболкой лен это исключительно весенний летняя ткань и он очень легкий я их взял для того чтобы сказать вам одну прикольную фразу которую услышал от своего клиента буквально вчера хороший лен он мнется нехотя правда классно сказано в общем я очень люблю лен и вам тоже рекомендую присмотреться к льняным изделиям на это лето брюки карго наверняка вы видели и слышали о такой модели отличительная черта карго это боковые карманы если переводить карго с английского языка это груз само за себя говорит таких карманах можно переносить какие-то дополнительные грузы но как правило эти карманы декоративные хотя некоторые товарищи например господин анатолий вассерман использует по моему их все и на жилетке и на и на брюках вот такая модель такие брюки являются неформальными хотя некоторые марки такие как мой любимый брунелло кучинелли он предлагает их сочетать даже с пиджаками и умеет это делать а вообще карго идеально сочетается с кроссовками с какой-то обувью которую можно назвать неформально это могут быть это грубые ботинки мне кажется что это скорее осенне зимний вариант чем весенне летом хочется легкости а зимой хочется наоборот более чего-то уютного теплого и вместительного еще одна модель которая появилась не так давно это брюки на кулиске сам люблю такие брюки носятся без ремня и в этом их основное достоинство они менее строгие чем классические хотя пошиты с той же классической ткани но не заутюженные стрелки здесь как вы видите такие брюки можно носить тоже с пиджаком можно носить в основном конечно с более неформальным верхом и более неформальной обувью это могут быть кроссовки лоферы и все что с этим связано это может быть даже открытая обувь сандалии только без носков и вверх это могут быть полом могут быть футболки может быть какой-то легкий трикотаж или же рубашка с подкатанным рукавом ни в коем случае не с коротким следующий вариант брюки галифе я как-то вам их показывал в одном из роликов это то что носили наши отцы то что уже давно известно и сейчас снова возвращается в моду для галифе характерно ширина здесь в бедре и плавное сужение к низу но галифе которое носил ваш папа сегодня они не подойдут потому что он носил совсем узкие внизу сейчас так чтобы это было современной по моде ширина внизу не должна быть супер заужиной это должна быть стандартная ширина ну для 42 размера обуви 19 сантиметров в самый раз ну это и случае если у вас так называемый стандартный рост стандартный рост где-то с метра 75 метр восемьдесят пять твои в этих пределах правильной ширине и о длине смотрите немножечко дальше таких брюках замечательно ходить в жару у вас есть дополнительное пространство воздух циркулирует внутри брюк и вы кайфуете наслаждаетесь вашим летом следующая модель называется джоггеры джоггеры это скажем так спортивные штаны которые перекочевали в гардероб и стали более классическими вот такой экземпляр у меня в руках внизу здесь есть резинка их можно носить с кроссовками с футболками эта модель является на одной из самых неформальных из тех которые вам сегодня покажу как вы видите в верху они тоже на шнурке и на резинке не требует никакого ремня красивая деталь здесь пуговичка пришита вот таким контрастным салатовым цветом который намекает вам на возможное сочетание с салатовой футболкой и такой же цвет здесь прослеживается на шнурке производители всегда вам дают намек на то с какими цветами можно сочетать их изделия когда смотрите на подкладку пиджака если она контрастная это вам намек на только как какого цвета может быть ваш галстук люди постарались и подумали за вас дальше в нашем списке я и хочу выделить в отдельную категорию это вельветовые брюки вельвет это материал для ранней весны для осени и для зимы он очень мягкий приятный на ощупь и довольно теплый вельвет это хлопок с особой выделкой вельвет бывает очень разным это трубчик бывает и мелким и крупным может быть расположен близко друг другу может быть на большой ширине то то что было на большой ширине это по-моему осталось где-то в 90-х идеально сейчас будет смотреться вот такой средней ширины вельвет и мелкий он очень удобный и как правило бывает всегда каких-то интересных теплых цветов и настраивает вас на осеннее уютное настроение хочу добавить что идеальной парой к вельвету будут замшевые ботинки вельвет и замш они созданы друг для друга также вы можете посмотреть на сочетание вельветовых брюк с замшевыми куртками моя рекомендация далее друзья мы поговорим о брючной анатомии и мы снова возвращаемся к нашим классическим брюкам из чего они состоят первое что мы видим вверху это пояс хороший пояс смотрится изнутри как и все остальное внутри под этим поясом есть вот такая ткань которая называется корсаж и этот корсаж от его качество зависит то насколько удобно эти брюки будут сидеть на вас есть некоторые брючники которые делают этот корсаж вот с такими складками он повторяет всю вашу анатомию когда вы двигаетесь если же он пристрочен единой линии это говорит о том что брюки несколько недоработаны вот такая деталь видите здесь есть запас ткани это на тот случай если вдруг вы немножко поправились или например пиджак сидит хорошо а брюки немножко тесновато его можно выпустить и хороший портной таких брюках может добавить до 6 сантиметров объем но я вам этого не говорил поэтому держите себя в руках и соблюдайте диет вот есть еще одна интересная деталь здесь ее не видно она находится под шлевкой это разделенный пояс многие марки ее делают это тоже такая сорта реальная деталь портновская и она помогает вам удобнее двигаться вы когда идете эти брюки тоже повторяют вашу форму они помогают вам двигаться и натяжение приходится как раз вот на этот разрез они на сам пояс и поэтому вам намного удобнее следующая деталь называется шлевки это вот эти петлички куда мы продеваем наш ремень хорошие брюки должны сидеть и без ремня сейчас в последнее время ремень является исключительно декоративной деталью и есть вы носите ремень для того чтобы он держал ваши брюки значит с вами что-то не так мне лично нравятся брюки на которых этих шлевок нету вовсе такие тоже бывают но это привилегия когда вы шьете брюки на заказ также некоторые марки делают брюки со специальными затяжниками которые находятся слева и справа можете обратить внимание на брюки tom ford они практически все сделаны так это старинная портновская деталь и привилегия того кто сам решает как должны выглядеть его брюки а есть еще одна интересная деталь это вот такая маленькая петличка под поясом для чего она служит я как-то рассказывал в ролике 10 вещей в мужской одежде о которых вы не знали обязательно его посмотрите там это первая деталь ролик интересно далее карманы в классических брюках 5 карманов так же как и в джинсах два боковых они бывают с небольшим скосом а бывают сделаны прямо во шве это большая редкость так тоже делают некоторые бренды которые шьют на заказ здесь два задних кармана они как правило на пуговицах эти пуговицы иногда бывают скрытые здесь находятся две вытачки одна и вторая это для того чтобы убрать объем потому что объем пояса и объем бедер они разные поэтому для того чтобы плавно свести это все дело к верху портные используют здесь вытачки здесь запасные пуговицы если вдруг вы что-то потеряете также обратите внимание пуговицы которые находятся на кармане они отличаются от тех пуговиц которые находятся на пиджаке на манжетах они плоские сверху это сделано для того чтобы не причинять лишние лишнего неудобства вам когда это пуговица скользит под вашим пиджаком далее заглядываем внутрь я вам говорю уже что все вот это это называется корсаж если у вас есть выбор шить брюки на заказ или покупать готовые смотрите чтобы этот корсаж был темного цвета потому что если он сделан из белой ткани полгода через год он заношивается и начинает желтеть и потом ни одна химчистка с этим не справляется внутри также сделаны пуговицы куда фиксируется эта часть для того чтобы пояс сидел на месте вот так это все делается если пуговицы есть вы их пожалуйста застегивайте они там придуманы не просто так и чем больше там этих пуговиц тем брюки будут сидеть лучше в данном случае здесь есть вот такая еще одна скрытая прям петля никогда раньше ни одного бренда ничего подобного не видел это могут придумать только неаполитанцы выворачиваем брючину как когда-то сказал один мой знакомый итальянец хорошую вещь нужно смотреть изнутри что мы видим здесь это называется карманка здесь видно тоже куда доходят карман они довольно глубокие в них удобно положить руки но я не советую вам этого делать есть еще вот такой карманчик под поясом он выполняет ту же функцию здесь он скрыт он находится под карманкой выполняет ту же функцию что и кармашек на джинсах вы можете там хранить какие-то маленькие потайные вещи здесь сделаны закрепки вручную для того чтобы не было разрыва в этой части есть вот такая ткань которая доходит до колен это сделано для того чтобы при надевании и при носке брюки скользили и не вытягивались в коленках раньше никогда этого не видел сейчас тоже первый раз обратил внимание на брюках хата линии она сделана и сзади тоже обычно она сделан только впереди также иногда на брюках с внутренней части бывают пуговицы по 2 либо по одной чаще по 2 эти пуговицы для того чтобы пристегивать подтяжки это тоже для тех кто не любит носить ремень носятся правильные подтяжки которые цепляются изнутри на пуговицы далее брюки имеют два шва один внешний который называется боковой и один внутренний который называется шаговый если брюки вам велики их можно уменьшить либо по внешнему шву по боковому либо по шаговому либо по двум сразу то же самое если брюки вам малы их можно отпустить самая частая операция которую мы делаем для своих клиентов это выпускание шагового шва когда здесь мало места и хочется сделать немножко свободнее мы отпускаем шаговый шов и тут как видите можно добавить прилично сантиметр два с половиной и брюки сидят намного лучше также я забыл упомянуть о защипах ныне это довольно популярная вещь они как-то пропали с радаров а теперь возвращаются да так что практически все брюки которые выпускаются сейчас имеют защипы видите вот эту складку в передней части брюк это сделано для того чтобы придать дополнительный объем в бедрах это один защип также брюки бывают с двумя защипами я как-то видел даже с тремя то есть это сделано специально для того чтобы у вас было дополнительное место вот в этой части раньше такие брюки рекомендовали носить мужчинам с крупными бедрами сейчас их носят все вне зависимости от фигуры и выглядит это довольно интересно это как говорят в модных журналах макро тренд и все их будут носить мы с вами не особо гонимся за трендами мы говорим о классике говорим о традициях мужского гардероба и о банальном удобстве мне очень удобно носить брюки с защипами рекомендую вам тоже это попробовать покажу вам еще одну интересную штуку это брюки но неаполитанского бренда неаполь как известно город криминальный и гулять по улице с дорогими камнями на пальцах или на на браслетах довольно опасно поэтому те кто шьет неаполитанскую одежду они придумали следующую фишку вот такой потайной карман под поясом и рекомендуют своим клиентам когда они едут неаполе будут там гулять по улицам спрятать сюда либо дорогое кольцо либо то что вы не хотите чтобы у вас забрали воришки на мотороллерах и еще одна деталь о которой следует упомянуть это манжеты или отвороты как их называют некоторые манжеты рекомендуется носить мужчинам со средним и высоким ростом тела как те кто хочет казаться выше такая деталь будет их немножко укорачивать я люблю манжеты они практически на всех моих брюках но я люблю их по другой причине когда брюки подшиваются без манжета они частенько отрываются изнутри здесь есть пять сантиметров и там они подшиты вручную когда ты их надеваешь часто отрываешь эту часть пальчиком а когда брюки с манжетом все что нужно спрятать она прячется вот сюда в эту часть а здесь просто тесьма кстати еще одна деталь такая лента это называется тесьма она как правило в новых брюках лежит у вас в кармане вы относите портном и он уже по вас делает правильную длину тесьма должна присыпать пришиваться таким образом чтобы немножечко выглядывать из основной ткани брюк она должна тереться вашу обувь и защищать основную ткань от стирания поэтому тесьма это сменный атрибут точно также как кожаная подошва на хорошие обуви сверх остается целым подошву можно поменять и так мы плавно переходим к вопросу правильной длины и ширины брюк когда вы покупаете брюки в магазине они скорее всего не подшиты по длине так сделано для того чтобы вы могли их скорректировать я сторонник того чтобы каждая пара была подогнана под вас и сидела идеально есть несколько интересных нюансов правило брюки которые делаются с манжетом обратите на это внимание они должны быть подшиты ровно если вы прикладываете их друг к дружке здесь не должно быть скоса очень сложно сделать правильный скос на таких брюках брюки которые без манжета они наоборот всегда укорачиваются с небольшим перепадом до полтора сантиметра с пяточка получается чуть чуть длиннее носок чуть-чуть короче это сделано специально для того чтобы сзади брюки прикрывали вашу пятку а впереди не образовывалась гармошка по поводу правильной длины брюк брюки можно подшивать тремя способами первый называется брюки с одним заломом это допустимая длина когда в спокойном положении на ваших брюках в передней части образуется один залом такие брюки скорее всего более широкие их любят мужчины консерваторы это допустимая норма так тоже можно носить но большинство в последнее время носит брюки покороче и поуже поэтому вторым вариантом может быть когда на брюках совершенно нету ни одного залома и низ брюк касается вашей обуви замечательно на эту тему сказал неаполитанский портной уча нам барбера я хочу видеть вашу обувь но я не хочу видеть ваши носки по-моему это идеальная длина брюк некоторые же модники носят брюки еще короче так чтобы было видно немножечко на носка это летняя версия так проще циркулировать воздуху но эта тема на любителя и я думаю что в наших широтах люди к этому еще не готовы хотя во многих южных странах давно мужчины носят укороченные брюки теперь поговорим о ширине брюк есть такое правило что чем брюки уже тем их нужно делать короче опять-таки это продиктовано количеством складок то есть если ваши брюки узкие они упираются в обувь и если они длиннее чем нужно там образуется несколько складок образуется гармошка это выглядит некрасиво и и хочется срезать или подкатать в общем нужно что-то с этим делать поэтому чем шире брюки тем они могут быть длиннее они тогда ложатся глубже на вашу обувь так любит носить старшее поколение мы их не осуждаем пожалуйста это допустимый классический вариант который никогда не уйдет он есть и будет также есть интересная взаимосвязь между размером обуви и шириной брюк мужчины которые носят обувь 45 размера но при всем уважении узкие брюки им не подойдут потому что это будет слишком большой перепад между узкой штаниной во первых сложно будет эти брюки надеть и снять их практически невозможно снять без посторонней помощи но и когда у вас аккуратный 40 или 39 даже размер обуви широкие брюки я имею ввиду 20 21 сантиметр они практически будут полностью вскрывать вашу ножку поэтому есть определенная пропорция и мы когда-то ее для себя вывели поэтому те кто носит размер с 39 по 41 я считаю идеальной шириной 17 с половиной 18 сантиметров те внизу я имею ввиду вот это расстояние до 18 с половиной сантиметров те у кого 42 43 44 размер ноги могут носить 19 20 те у кого размер ноги больше соответственно брюки более широкие 21 сантиметр это будет выглядеть органично и вы сами заметите разницу я замечаю сейчас по своим клиентам что очень сильно поменялся этот стандарт и раньше мы все носили брюки более широкие и когда у вас в гардеробе много одежды она сохраняется хорошо практически не портится ее можно носить годами мои клиенты приносят мне из своих старых загашников брюки которые по 21 сантиметр когда-то это вообще не вызывало у нас никаких вопросов сейчас мы делаем их 18 сантиметров внизу и это выглядит очень современно и органично поэтому проследите за тем чтобы ваши брюки были правильной длины хочу также добавить пару слов по поводу посадки брюк она бывает высокой которая практически доходит до вашего пупка такая сейчас кстати в моде средний это то что на мне сейчас на этот джинсы и есть низкая посадка низкую посадку любят мужчины у которых либо есть животик либо те у кого его нету совсем если я считаю низкую наверное самой удобной но средняя и высокая это классика даже если ваши брюки со средней посадкой либо с высокой хороший портной может опустить пояс на два сантиметра он его выпарывает срезает лишнее и пришивает на место это не совсем сложная операция и умелые руки легко сделают ваши брюки более современными и более модными также частой проблемой является то когда средний шов малого размера он врезается вам в то самое место о котором вы подумали простите за такую пикантность но я расскажу вам как этого избежать выворачиваете брюки наизнанку смотрите на вот этот запас если здесь есть припуск вы можете попросить у своего портного чтобы он его выпустил сделал средний шов более длинным также его можно растянуть на утюге хорошая ткань они немножко тянутся и длина среднего шва увеличивается и проблема с врезающимся швом сама ликвидируется также частой проблемой с итальянскими брюками являются лишние складки вот в этой части вот здесь иногда лишняя ткань и с такой проблемой тоже можно бороться хороший портной может их перекроить поставить на место но это сложная операция с этим лучше не связываться только в том случае если у вас толковый знающий портной многие мужчины считают отходящие и топорщащиеся карманы дефектом на самом деле практически невозможно выбрать брюки у которых боковые карманы не отходят это не дефект это нормально они могут немножечко отходить вам даже удобней так будет положить руку в карман но если они сильно выворачиваются это действительно дефект поэтому здесь важен баланс и насмотренность спасибо за внимание если у вас остались вопросы обязательно пишите их под этим видео а лучше пишите мне в instagram я там отвечаю намного чаще и увидимся в новых роликах